Семьи погибших бойцов Росгвардии сегодня вспоминают своих родственников. По традиции, в преддверии Нового года они собираются в одной из воинских частей. В часовне утром ослужили панихиду, а затем для членов семей героев провели экскурсию в музее воинской славы. Многие из этих экспонатов рассказывают о судьбах и трагическом конце отцов, сыновей и братьев этих людей. Наши близкие погибли, защищая интересы страны. И страна помнит об этом. Вот и сегодняшняя встреча говорит об этом. Мы хотим подарить икону сегодня в ваш храм, храм Георгия Победоносца. Икона, которая написана была в Свято-Троице-Серговой Лавре, посвященная бойцам Сергиево-Фасадского ОМОНа. В траурных мероприятиях принял участие директор Федеральной службы войск Национальной гвардии Виктор Золотов. Он вместе с семьями погибших воинов возложил цветы к вечному огню, после чего мимо гостей воинской части прошла маршем рота почетного караула. Символично, что наша встреча сегодня проходит в канун наступающего Нового года, который принято встречать в кругу своей семьи. Этим я хочу подчеркнуть, что все мы одна единая семья. Не только военнослужащие, сотрудники, служащие, но и наши близкие, наши родные являются вашей семьей. Мы все единая семья. И, к сожалению, история войск связана и с трагическими событиями, а с гибелью наших боевых товарищей. Я уже не раз говорил, что чужого горя не бывает. Мы сочувствуем во всем этом войске. По традиции, семьи и руководство федеральной службы встречаются за праздничным столом. Они поздравили друг друга с наступающим Новым годом, еще раз вспомнили своих погибших родственников.